Агропромышленный комплекс должен стать приоритетным. Такую задачу перед Кабмином на расширенном заседании правительства поставил президент страны. Глава государства подчеркнул, что экспортный потенциал отрасли не раскрыт. Из выше половины продукции Казахстан продолжает импортировать. Вместе с тем казахстанские фермеры поднимают другую проблему – картофель, в который вложено столько труда, им негде реализовывать. Продолжит тему наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, доброе утро. Так вот, объясните нам, пожалуйста, в чем же главная проблема фермеров? А сель на самом деле их несколько. Во-первых, производится картофеля больше, чем нужно внутреннему рынку, а экспорт не растет. Но самое главное, в стране не хватает крупных перерабатывающих предприятий. Доля переработки в агропромышленном секторе составляет всего 33%. Продукцию экспортируют в виде сырья, завозят в страну готовый товар. Хотя те же картофельные чипсы на прилавках магазинов могли бы быть отечественного производства. Сейчас на складах у овощеводов хранятся тысячи тонн непроданного картофеля, который уже весной, возможно, фермерам придется утилизовать. Об этом нам сообщил председатель отраслевого союза Кайрат Бесетаев. По его словам, урожай прошлого года составил порядка 800 тысяч тонн, экспортировано лишь около 180 тысяч. Для того, чтобы выходить на крупные российские торговые сети, фермерам необходим профессиональный посредник. Внутренний рынок страны перенасыщен, в том числе и импортом. Из-за высокой конкуренции отрасль с каждым годом становится нерентабельной, говорит специалист. Единственная надежда фермеров – открытие крупного производства в Жамбылской области. Однако произойдет это не раньше 2022 года. Увеличение масштаба вспышки коронавируса в Ухане ощутимо ударит по всему азиатскому рынку. Об этом в своем исследовании пишут аналитики мирового рейтингового агентства «Фич Рейтинг». Эксперты считают, что в большей степени пострадает сфера туризма. Под ударом не только экономика Китая, но и Таиланда, Вьетнама, Сингапура, а также Гонконга и Макао. Озвученные ранее прогнозы по экономическому развитию государств Азиатско-Тихоокеанского региона тоже могут изменить, так как туристическая отрасль занимает здесь лидирующую позицию. Ощутимо бьет эпидемии по нефтяному рынку. На фоне вспышки вируса котировки черного золота падали всю минувшую неделю. Ежедневно Китай закупает 9 миллионов баррелей нефти. Как оценивают аналитики, в ближайшее время спрос может снизиться как минимум на 300 тысяч баррелей за счет сокращения всех видов перевозок. В Беларуси поступила первая партия норвежской нефти в объеме 3,5 тысяч тонн. Всего закуплено свыше 80 тысяч тонн. В ближайшие недели сырье поставят на НПЗ. Лидер страны Александр Лукашенко заявил, что готов закупать нефть по мировым ценам и будет добиваться того, чтобы российская нефть составляла порядка трети всей потребности государства. Беларусь ведет переговоры о поставках США и Саудовской Аравии. Направлены также предложения балтийским странам – Польше, Украине, Азербайджану и Казахстану. Проект межправительственного соглашения о поставках казахстанской нефти пока на стадии рассмотрения. Как сообщает в Минэнерго нашей страны, оптимальными являются трубопроводные поставки, но не исключаются и другие варианты. Документ предстоит ратифицировать. Прототип персонажа голливудского фильма «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорд подал в суд на создателей кинокартины. Он требует 300 миллионов долларов с компанией, продюсера которой подозревает в отмывании денег в Малайзии при финансировании фильма. Джордан Белфорд утверждает, что не знал о махинациях и стал жертвой обмана при продаже права на экранизацию своей автобиографии. Напомню, ставшая бестселлером, книга была написана бывшим брокером в тюрьме при отбывании наказания по обвинению в мошенничестве на фондовом рынке. И официальный курс на сегодня. Доллар США стоит на рынке 378 тенге 6 тынов. Это все деловые новости к данному часу. Василий, вам слово. Спасибо, Индира. Это была наша Индира, деловой обозреватель. Спасибо, Индира. Мы продолжаем.